Субтитры делал DimaTorzok 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 Как вообще домашние, близкие, родные Субтитры делал DimaTorzok 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 Дети, кстати, особенно очень любят Оно, в принципе, небольшое, оно вот удобное Схватил, побежал дальше играться То есть, вот идеальный вариант для детей Что еще у нас тут есть? У нас есть здесь представлены капкейки Капкейк — это порционный мини-торт Тоже в переводе с английского Кап — это чашка, кейк — это торт То есть торт в чашке. Он, в принципе, это не как многие думают, что это какой-то обычный кекс. Нет, это именно как торт. То есть вот здесь вот видно, они еще, которые не покрыты кремом. Внутри у него есть начинка, это бисквитная основа. И сверху уже идет шапочка крема, ну и какой-то декор. Это может быть вот как здесь, это мастика, либо это какие-то ягоды, фрукты, какие-то травы красивые, цветы живые, любая фантазия. Ну, вообще занятие вот этим всем кулинарным искусством, в том числе выпечкой всяких сладостей, вкусняшек и так далее, должно отнимать достаточно много времени и быть все-таки оборудована как-то кухня. Какие-то должны быть приспособления. Вот кондитерский мешок, еще что-то. Вот это все как опытным путем находится. Да, это опытным путем уже понимаешь, что тебе надо, чего не хватает, что докупить, что лишнее. Как-то вот через, опять же, через терник звездным. Друзья, сегодня «Сладкая жизнь» — тема нашей программы. И мы с большим удовольствием предлагаем вам поучаствовать в нашем фотоконкурсе. Придумайте подпись к фотографии, что бы это значило. Может быть, какой-то стишок у вас родится или песенка. Ну, или просто вы себя на этой фото узнаете. И, как обычно, что, может быть, прокомментировать захотите, звоните нам 202-11-22. Что же касается наших зрителей, которые имеют доступ к контакту, в нашей группе программы «Универсальный формат» есть несколько комментариев от нашей зрительницы Ольги Лариной. Два комментария она прислала. «Шоколадно жить не запретишь» и «Все будет в шоколаде». Ну, если у вас найдется что-то оригинальное, найдется что-то более веселое и интересное, давайте нам звоните, пишите. Вот, пока говорила, еще появилось два комментария. Смотрим на фото, я зачитаю. «Шоколад Аленка. Моя первая косметика». Это нам прислала Светлана Сайкова. Отлично, мне кажется, хорошее начало нашего сегодняшнего конкурса. И Оксана Воробьева написала «Не бойся темноты, бойся того, что она скрывает». 202-11-22, также ссылка на нашу группу ВКонтакте. Заходите, отмечайтесь, комментируйте. Разыгрываем пригласительные на «Фламенко» 2 апреля в «Филармонии». Что хочется спросить, какие ингредиенты, какие вот кремы-то все, тоже ведь наверняка не просто так, все с опытным путем, все пробовала, сочетала. К чему пришла, к какому универсальному какому-нибудь ингредиенту? Ну, во-первых, в любом случае, это все ингредиенты, они абсолютно натуральные. За качество у меня, с мужем, скажем так, следим вместе, вместе с ним ездим, закупаем продукты, материалы какие-то, еще что-то, так что он моя главная подмога. Вот, а в основном, да и действительно, что можно сказать, это всегда в любом случае, в каждый капкейк, в торт, что угодно, всегда вкладываешь душу, всегда вкладываешь как-то частичку себя, именно вот, за любой торт в любом случае как-то вот радуешься. А что вот в вашем творчестве первично, торт или капкейк? Торты. Ну, вот как раз-таки я веду к тому самому набору фотографий. Друзья, держите, потому что, держитесь, потому что они настолько вкусные, настолько красивые. Давайте смотреть, рассказывайте кому, что и вообще, вот как много времени на это уходит. Ну, на один, даже небольшой, самый скромный торт в среднем уходит где-то 6-8 часов. Жалко отдавать? Нет. Нет? Наоборот, знаете... А был такой момент, когда жалко было? Бывало, вот один есть здесь торт, если будет вот с зайчиком, он в розы... Вот, вот этот вот, очень, честно говоря, было жалко отдавать. Сама съем! Нет, обычно, кстати, такие фигурки в основном не едят, они состоят тоже из сахарной пасты, из мастики. Можно сохранить, засушить. Да, они будут прекрасно стоять, им ничего не будет. А как это происходит? Вы обговариваете какие-то встречи, встречаетесь с людьми, кто заказывает? Да, в любом случае, за каждый торт я, так скажем, ответственна. В любом случае, мы с каждым заказчиком все отдельно обговариваем, обговаривается все. От начинки до внешнего оформления. Причем бывает так, что присылают мне, например, там 5 картинок, и вот из этих 5 рождается уже один торт. А какие начинки внутри бывают? Ой, всякие разные. Чего вам больше нравится? И ванильные, и шоколадные, и с орехами, и с безе... Приятного аппетита, друзья! Да. Сейчас, если что. Как же есть такую красоту? Как? С аппетитом? Для чего же это все создается? Это создается, чтобы как раз это все можно было съесть. Ух ты! Это, видимо, на какой-то праздник весны. На 8 марта? Да, на 8 марта делала такие наборы. Вот, пожалуйста. А вот эти красители все, насколько они полезны, вредны? Они все, красители профессиональные, они все идут концентрированные. То есть именно, чтобы вот на окрашивание... Ух ты! Вот именно одного торта, да, одного торта буквально на 2-3 капельки. То есть они так хороший цвет дают. А было такое, что, допустим, в процессе приготовления тортов или капкейков родилось что-то свое, особенное? В каждый раз так. Ну, как вот объяснить? Своя технология какая-то? Может быть, свой рецепт, что-то вот такое, свой секрет профессиональный? Не знаю, как по мне кажется, у каждого человека, кто вот этим занимается, кондитера, как хотите, еще называют тортопека, как хотите. Кулинары. Да, кулинары. У каждого в любом случае вырабатывается как свой стиль, своя рука. Вот именно вот даже если я сейчас посмотрю, я уже могу, примерно знаю, кто какие работы делал. То есть именно здесь девочка, ну, есть девочки, с которыми мы общаемся, тоже кондитеры. Вот, то есть я уже... Обмен премудростями и прекрасностями. Да, да. Так, все правильно. А, ух ты! Да, торт-машина, самая сложная в производстве. Почему, почему? Ну, ее потому, что нужно сделать форму, ее нужно придать, чтобы она была похожа на эту самую машину. Плюс все эти окошки, фонарики, самые вот они сложные. Но мужчины от них как в детство впадают. Серьезно? Ух ты, это все мне, тебе, да? Да, да. А то что? Они с ними мне потом рассказывают, заказчики уже, когда отзыв пишут, готовят. А приходилось ли какие-то технологии, я не знаю, там, движущиеся детали, что-нибудь такое? Нет? Не применялось еще там, что-то выдвигается там? У нас, в основном, в России хотят торт в любом случае съесть. Для нас все-таки торт... А не в России? А именно все же вот это идет технологии с Америки, с Запада. В Америке очень часто делают такое, что торт, он больше как шоу. То есть, да, у них как роботы, там, руки и ноги движутся, все, но внутри он практически несъедобен. Там огромная прослойка бисквита, чуть-чуть крема, в принципе, все. А есть ли те кондитеры с мировыми именами, которые, может быть, повлияли как-то на вас, на творчество, на все вот это? Есть очень много, я в интернете очень много у меня закладок, я за этим делом слежу. Блогеры, может быть, какие-нибудь? Блогеров очень много тоже у меня закладок. Пекущих, творящих. Да, за всем, кто вот именно фотографии, там, рецепты нравятся, в любом случае это уходит в закладку. Это все, ставится галочка, надо обязательно приготовить, в итоге вот такая папка, и чем больше хочешь, тем меньше получается приготовить. А мы сейчас, да, в режиме реального времени будем готовить, но, друзья, по-прежнему у нас идет фотоконкурс, и я думаю, что нашим сегодняшним гостям, который совсем скоро у нас появится здесь в студии «Шоколаде», девочки, запоминайте, что нам пишут наши зрители. Друзья, не пишите, если есть возможность позвонить, звоните, 202-11-22, фотоконкурс. Ну вот мы уже выяснили, что «Шоколадная Ленка» – моя первая косметика, это мой фаворит, по крайней мере. Шоколадное обердывание нам прислала Катерина Петрова. Станислав написал «Попал под шоколадный дождь». Так приятно, советую. Катерина Петрова написала «И кто сказал, что это шоколад? Ну, вы лизните, ну или хотя бы понюхайте». Ну, с юмором, куда деваться без него никак. «Я, конечно, не зефир, но тоже не против побыть в шоколаде», – написала нам Светлала Зарубина. Ну и вот уже творчество стихотворное. «Как люблю я шоколад, съел вчера с утра подряд. Белый, пористый, хрустящий, с малиной настоящий, с молоком, с орехой, с вишнем и с изюмом ведь не лишний. Целых восемь плиток съел, а потом живот болел. И теперь уже неделю щи я ем и рис с тевтеней». Это, видимо, ваш случай, как раз-таки, Мария. Ну и прочитаю еще парочку. Если есть желание, вы давайте присоединяйтесь. «Этот мальчик в пятнах сложных, разукрашено лицо. Называется художник. Может, новый Пикассо». Отлично, Оксана Воробьева, зачет. Мне кажется, нас подарков-то не хватит. И Андрей написал очень скромно. «Любитель шоколада, как я, Андрей». Ну вот, я же говорю, узнаете себя, видимо, в этих фотографиях. Мы сегодня будем еще и в режиме, как я сказала, реального времени украшать торт. Я хочу сейчас вот немножко чуть-чуть подвинуть эти штучки, наши вкусные капкейки, и показать нашим зрителям, насколько ювелирная работа. Из чего эти цветочки, всякие бабочки и прочие-прочие украшения. Это все сахарная паста, называется она «Мастика». Подружились вы с ней сразу? Нет. Она материал капризный, сразу она не дается. Одно время, конечно, были у нас... Можно видеть сейчас очень мелкие детальки, очень просто ювелирная работа, действительно. Не давалось? Нет, ну как, не давалось. Я все-таки, я овен по гороскопу, я человек упертый. Бодалось-бодалось. Поэтому, да, если мне что-то нравится, я это до конца доведу в любом случае. Из чего они, эта сахарная паста состоит? Это состоит в сахар, желатин, сироп глюкозы, ну и чуть-чуть крахмала. То есть все это натурально, все это съедобно, все это можно есть. Тоже, кстати, дети очень любят, потому что она вкус просто сладкая. Ну, с легким ванильным оттенком. Понятно. А из чего сегодня крем? Может быть, какой-то есть совет нашим хозяюшкам? Из чего приготовить тот крем, который понравится всем? Нет такого крема. Нет такого крема. В любом случае. Сейчас мир рухнул просто у меня. Как нет? Всем нравятся разные, сколько я могу сказать по своему опыту. Одни хотят орехи, вторые хотят чисто вот легкое, воздушное что-нибудь, птичье молоко. Третьим там медовик подавай, например. Медовиком подавай. Да. А я вот помню, в своем детстве, когда, может быть, Мария, вы тоже помните, были популярны такие вафельные тортики, вафельные коржики. До сих пор любые. До сих пор. Да, вот бананами прокладываешь, потом сгущенку со сливочным маслом, ничего вкуснее не было. А еще тогда продавались пищевые красители, и тоже мы как-то старались крем подкрасить. Что делать нам нужно, чтобы правильно распределить крем по вот этому замечательному кексику? Ну, во-первых, это сам кондитерский мешок, это насадка кондитерская, тоже закрытая звезда. Обычным пакетиком, да, можно обойтись? Нет, у меня обычный, он покрепче. Обычный он вылезет, здесь он все-таки покрепче, здесь все пропаяно. Ну и все, в принципе. И руки. И руки. И голову. Которые, чтобы росли из нужного места. Холодное сердце, чтобы на панкейк, а не куда-нибудь внутрь себя. Да. Понятно. Приступаем, что мы делаем? Так, мы держим прямо. Прямо. И пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я немножко волнуюсь, поэтому, может быть, заела. Ничего страшного. Друзья, 202. 11-22 пока завораживающие процессы сейчас происходят. Звоните, рассказывайте нам о своих сладких желаниях, о своих сладких фантазиях. Вообще, любите ли вы сладости? И, собственно, не забывайте о том, что у нас продолжается фотоконкурс. Подпиши, забавно фото и получи приз. Это пригласительный билет на двоих. Фламенко, ритмы Андалусии, филармония 2 апреля. Сладкий мальчик продолжает у нас тут бить все рекорды. Ну что, просто кладем? Да, как нравится. Все просто. А можно ли это чем-то посыпать? Можно. Чем, например? Можно, кстати, например, сейчас ближе к Пасхе уже начинают всякие разные посыпки. Продавайте, я их огромное количество. Можно посыпкой. Можно, опять же, цветочки налепить. Можно, кстати, каких-нибудь фигурок там сделать. Ну, сейчас, так как весна, все-таки хочется уже солнышка чем-нибудь яркого, поэтому цветы. Вопрос у меня, как у хозяйки, которая тоже любит печь. Я вообще с опаской отношусь к вот этим вот бумажным штучкам для кексиков и панкейков. У меня силиконовая форма, которую я там чем-то могу смазать и так далее. Как вот сделать так, чтобы вот эти вот бумажные, как они называются, формочки не прилипли, не подгорились? Они ни к чему не прилипают. Ничего не будет? Вы уже берете вот эту именно форму, туда вот эти капсулы вставляете и отсаживаете в них крем, и все. Ой, крем, тесто, пардон. То есть, в принципе, туда сыпать, смазывать ничего не нужно? Нет, они уже, так скажем, готовы. Есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алена. Алена, очень приятно. Аленка, шоколад Аленка сразу вспоминается. Аленка, вы сладкая девчонка, рассказывайте. Очень, да, мы всегда на день рождения обязательно заказываем какой-нибудь тортик, тоже ручной. Ага, а сами что-нибудь печете, выпекаете, сладости готовите? Ну нет, пробовали только пироги в виде крокодильщиков печь. Понятно. Алена, вы хотите поучаствовать в нашем конкурсе, так понимаю? Ну да. Давайте, мальчика сладкого в студию, ваша попытка. Сладкий мальчик, хитрый взгляд. Я ведь съел весь шоколад. А продолжения не будет? Пока нет. Ну ничего страшного, спасибо вам за то, что позвонили нам. Здорово, мы всегда рады принимать ваши телефонные звонки. В ближайшее время, кстати, у нас будет еще один розыгрыш. Мы будем разыгрывать билеты в Киновертикаль. Для этого вам нужно будет отгадать кадр из фильма сладкого, но об этом чуть позже. М202-11-22. Ну что, может быть, от нашего сладкого кондитера, от сладкой Маши, от человека, в чьих руках все спорится и все замечательно, вкусно выглядит, какие-нибудь сладкие пожелания нашим зрителям, вот в камеру напротив, может быть, кому-то хочется сказать чего-то, пожелать. Всем сладкой жизни, всем весны, всем радости. И кушайте, и не бойтесь, что у вас что-то где-то отложится. В любом случае будет лето, тепло. Все это можно на улице выгулить. Выгулить на улице. Здорово, спасибо, что пришли. Ну а у нас, друзья, впереди тоже сладких дел мастера настоящей шоколатье, известный, наверное, на весь наш город, и не только человек, Екатерина Бонарцева, что она нам расскажет, какие полезные советы даст, и что мы приготовим. Ведь не просто так у нас тут микроволновка-то стоит. Давайте не переключайтесь, через пару минут вернемся в студию. Возраст шоколада больше трех тысяч лет. У ацтеков и индейцев майя был в почете горький напиток из какао-бобов. Европейцы впервые попробовали шоколад в начале 16 века. Тогда он был привилегией аристократов. Плоды какао-дерево даже использовали в качестве денег. Сегодня это лакомство доступно каждому, хотя шоколад по-прежнему сохраняет свой элитный статус. Ныне в моде не простые плитки, а картины и скульптуры из шоколада. Сделать такую фигурку из шоколада совсем непросто. Во-первых, сырье должно быть очень качественное. Во-вторых, нужно строго соблюсти всю технологию и температурный режим. Работа шоколатье сродни труду ювелира. Работа шоколадом всегда таинство, считает шоколатье. Хотя сотворить эксклюзивные конфеты можно на обычной кухне. Главное – найти правильный шоколад. У него всего пять ингредиентов – какао-тертое, какао-масло, сахар, лицетин и ваниль. Растапливать шоколад лучше в микроволновке. Нужно постоянно доставать и помешивать, и довести сам шоколад до температуры 42-45 градусов. Если температура шоколада будет очень высокой, в нем начнет гореть какао-масло, то есть нельзя его перегревать. Затем шоколад охлаждают до 32 градусов, заливают в формы и ненадолго отправляют в морозилку. Потом перемещают в холодильник. Точность на первом месте. Иначе получится вкусно, но некрасиво. Эстетическая составляющая в шоколадном деле важна. Ведь, как уверяют ученые, шоколад – самый полезный для здоровья антидепрессант. Он содержит гормон счастья – серотонин. А симпатичная плитка в виде улыбающейся зверюшки настроение поднимает вдвойне. Шоколад чем полезен? Он настроение поднимает, насколько я знаю, умственные способности, разгоняет как-то. Шоколад поднимает настроение, так говорят вроде бы. Шоколад, а антиоксидант мощный и вкусный. Шоколад тем, что он вкусный. Калорийная пища, шоколад. Шоколад очень полезен в сессии. Он активизирует мозговую деятельность. Лучше соображаешь, что-то запоминаешь. Лучше всего удается. Во-первых, шоколад хорошо действует на память, скажем так. Чувство радости испытывает. А потом я в свое время работал на шоколадной фабрике «Россия» в качестве подрядчика. Поэтому для меня шоколад близок. Ну и потом все люди, которые любят сладкое, они добрые люди. То есть он вызывает еще и доброту. Я вообще не любительница сладкого. Но шоколад, я думаю, что поднимает настроение. Ну и дает много энергии, как правило. Ну и, конечно, калорийный он. Хорошее настроение. Ну что ж, друзья, какие-то непонятные диверсии творятся в группе программы «Универсальный формат» ВКонтакте. Только собралась я обновлять запись, куда-то она исчезла. Друзья, ну мы уже запомнили всех вас, кто писал нам комментарий к фото. Если, собственно, нетрудно, напишите еще. Но есть у нас даже телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Неля. Я хочу прокомментировать фотографии. Давайте. С словами детского стежка. Был бы еще похуже, если б я не мылся в луже. Спасибо. Спасибо за участие в конкурсе. Ну что ж, постараемся что-нибудь в ближайшее время как-то решить. Пока же я с большим удовольствием вам представляю нашу следующую гостью. Пришла она не с пустыми руками, руками полными. Шоколада, мне кажется. Сейчас она расскажет о своем отношении к шоколаду. Да пожалела, не пожалела, что жизнь свою с ним связала. Екатерина Бонарцева, Катя, добрый день. Жалеешь ли ты, Катя, что ты связалась с шоколадом? Нет, конечно. Почему? Это очень интересный продукт. То есть это шоколад как живой организм. С ним очень интересно работать, с ним нужно договариваться. Иногда ты не в настроении, иногда, видимо, шоколад не в настроении, ничего не получается. Поэтому тут не все так просто. Ну скажи, пожалуйста, действительно ли шоколад, он может быть полезным? Вот мы спрашивали у наших зрителей на улице, полезен ли шоколад? Чем ты можешь... Он не может быть полезен, но в принципе полезен. То есть то, что всех пугают, ай, караул, все вредно для здоровья, на самом деле сахар, если его много, то он, конечно, не очень полезен. Но надо не забывать, что много сахара в основном в карамели, в газированных напитках и так далее. В шоколаде его не так уж и много. А если уж есть горький шоколад, то тем более. Сколько вообще норма человека съедать шоколада в день? Ну, нет такой четкой нормы. Но килограмм съедать не надо. То есть у нас были такие люди, которые съедали килограмм, потом говорили, ой, как мне плохо. Но это, естественно, такой достаточно насыщенный продукт, особенно если шоколад натуральный, в нем натуральное какао-масло. То есть шоколада на натуральном какао-масле можно съесть гораздо меньше, чем на заменителях. Потому что заменители легкие и съедается много сахара, и заменители. Недавно по интернету бродили картинки, заразят от того, что смертельная доза шоколада для человека, это там несколько килограммов. Это естественно так? Ну, нет, это непроверено, скажем так. Пока никто не умер от того, что съел сколько-то шоколада. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасная и замечательная весенний тема. Ну так. Я включила телевизор и вижу этого чудесного мальчика. Ну, рассказывайте. Ну, я так думаю, что подпись может быть такой. Ну вот теперь-то все в шоколаде. У меня все в шоколаде. Ну, хорошо, спасибо. У меня все в шоколаде. Спасибо. У нас тоже, я так надеюсь, все-таки все в шоколаде сегодня. Катя принесла что-то такое удивительное. Что это за сушеная штука? Что это за сушеная штука, Юля? Я не знаю, к своему стыду, что это. На самом деле, это то самое, из чего делают шоколад. То есть, это какао-бобы. Натуральный шоколад производится не из химических ингредиентов, как можно предположить, да, а растет на дереве. Растет именно вот в таких вот интересных какао-бобах. То есть, их нужно будет... Он просто высушен. На самом деле, конечно, из него уже ничего не получится, потому что... Это какао-бобы? Да. Вот один? Да. В нем внутри те самые зернышки, из которых делается уже дальше шоколад. Да, можно, да. То есть, их, конечно, их... Когда они еще мягче перерабатывают. Чем пахнет? Это уже, конечно, сувенирная продукция. Ну так, это если захочется сладенького, а нельзя, можно так немножко пофантазировать. Ну, сейчас очень многие любят, ну, такие модные диеты, сырые какао-бобы, сырой шоколад и так далее. Ну, вот тут специалисты... Вот тут специалисты как раз и говорят, что не надо этим всем увлекаться, потому что микробиология сырых продуктов, конечно же, очень сложная. Но она хорошо изученная. Пока он приехал из далеких южных стран, в общем, не факт, что он уже так уж полезен, как многие думают. Ну, понятно. Что за инструменты? Это такое удивительное. Это настоящие шоколадные инструменты? Да, это настоящие шоколадные инструменты. Это, в общем-то, один из наших хитов. Подарок папе. Папе, мужу, брату, начальнику, кому угодно. Это просто как пример того, что можно сделать из шоколада, потому что, в принципе, из шоколада отлить можно очень много разных вариантов фигурных. Ну, это вот один из этих вариантов. Ну, это вообще вот... Они как настоящие. Вот видите, тут даже все деталечки, все-все-все проделаны. А кто это делает? А потому что это... Ну, конкретно это делает наша компания, вот эти вот инструменты. А вообще формы снимаются, силиконовые формы снимаются с настоящих инструментов. То есть все как надо. То есть это еще не самые настоящие. Есть вот такого размера, там, садовые ножницы или еще что-нибудь в этом роде. Болты, которые с гайками друг на друга накручиваются. Есть такие варианты. То есть это прям вообще не отличишь. Понятно. Что за мармелад ты принесла сегодня? А ты у меня спрашивала по поводу полезных сладостей. Да, спрашивала. Вот это к вопросу о полезных сладостях. Шоколад может быть полезен, если он натуральный, и в нем не так много сахара. И, пожалуйста, мармелад. Вот мы изготавливаем мармелад из натуральных соков, натуральных пюре ягодных, пектин и немного сахара. Все. То есть нет никаких химических красителей, загустителей и так далее. Но специфика натуральных продуктов в том, что они не настолько яркие, как мы привыкли. Но мы же привыкли, что все. Если кокосовый вкус, то он должен быть ярко выраженный. Если клубника, то там что бы аж прям вообще клубника, клубника. Кто помнит мамин и бабушкины варенья или какие-то другие, может быть, сладости, действительно, это натуральный вкус. Вот это как раз те самые натуральные варенья и так далее. И у них есть клиенты, которые говорят, может, вы туда ароматизатор добавите или какой-нибудь вкусового усилителя? Зачем? Ну, потому что вот не так ярко чувствуется. Ну, вот реально, настоящие натуральные сладости, они чуть-чуть отличаются от того, что мы привыкли с химическими вот этими вот добавками. Сколько этих сладостей можно съесть? Ну, смотрите, сколько зависит не только от того, что вы едите, да? Зависит от каждого конкретного человека. Кто-то может съесть больше, кому-то много не надо. Поэтому вот этих вот, у меня двухлетний ребенок, порция мармелада 70 грамм съедает и только радуется. То есть вот кусочек, и ей очень хорошо. Поэтому... Это самое главное. Кому что? Чтобы ребенку было хорошо. Зато не оторвать, пока не доест. Вот, тоже, друзья мои, интересный факт. А шоколадная диета имеет в жизни такую вот свою право на существование? Ну, у меня свое отношение к диетам. Я не пользуюсь и не очень понимаю тип вот именно как диету. То есть я считаю, что должен быть определенный тип питания постоянно. А не так, что мы сегодня на диете, а завтра мы едим все подряд. Поэтому точно так же я отношусь и к шоколадной. Не надо ничем увлекаться уж очень сильно. Ну, из крайности в крайность не впитать. Да, потому что шоколадная диета, это мы едим только шоколад, и причем там в достаточно больших количествах. Но как все монодиеты, это в принципе вредно для здоровья. А потом тевтелька с картошечкой захочется. Ну, желательно. Еще недельку посидели на диете, а потом пошли есть все подряд. Вот это самый частый вариант диеты. Надо раскрыть все-таки тайну, для чего мы сегодня принесли микроволновую печь. Это не подарок нашим зрителям. Это инструмент, с помощью которого мы будем сейчас что-то готовить. Что? Мы будем делать горячий шоколад. Горячий шоколад, друзья? Самый распространенный вопрос. Как сделать горячий шоколад? Очень просто. Многие берут какао, разводят молоком, пожалуйста. Да, многие берут порошок, покупают в магазине, на котором написано для горячего шоколада. Разводят водой или молоком и получают что-то. На самом деле все эти порошки – это какао. Если это готовый порошок, там еще и крахмал, и сахар. Хороший, настоящий горячий шоколад лучше делать из шоколада, как ни странно. Неожиданно. Итак, друзья мои, записывайте рецепт. Мы используем, работаем только с профессиональными шоколадами. То есть это шоколады на натуральном какао-масле. В принципе, если у вас нет такой возможности, можно использовать плитку. Но чем лучше шоколад, чем он натуральный, тем у вас получится вкуснее горячий шоколад. Шоколад делается, называется элементарно просто. Вот это зернышки такие вот, это прям настоящий профессиональный шоколад? Да. А почему он в таком виде? Это удобно для температурной обработки шоколада. Многие считают, что шоколад можно растопить, залить и получить вот те самые наши изделия. На самом деле так сделать нельзя, нужна температурная обработка. То есть растапливается до определенной температуры, охлаждается до определенной температуры. Потом еще раз растап нагревается. И если промахнуться хотя бы на один градус, уже ничего не получится. Я же говорю, что с ним очень интересно. Так, мы взяли примерно сколько? Пополам. Пополам. Вот ровно пополам. Но обычно мы это делаем на веса, здесь уж чтобы... На глазок. Так, немножко на глазок, но вообще пополам. Если вы хотите... Давай погреем. Угу. Если вы хотите, чтобы он был понасыщеннее, добавляем больше шоколада, меньше сливок. Сколько греем? Ну, где-то минуту примерно. Все, конечно, зависит от микроволновки. Ну, сейчас попробуем так, да. Так, пока греется наш шоколад, продолжаем веселиться. Должаем веселиться. Кто-то может добавить молоко, не сливки. Кто-то густые сливки, тогда он будет более густой. Многие хотят, чтобы шоколад был достаточно густой, так что его есть ложкой. Ой, я так люблю еще водичкой запивать. Почему водичку, кстати, приносят? Потому что, ну, во-первых, это достаточно сладко. А, во-вторых, вода смывает с вкусовых рецепторов вот тот слой сладкого. Кофе, между прочим, тоже принято подавать с водой. Ну да, да, в хороших ресторанах так и делают. Чтобы следующий глоток вы тоже полностью чувствовали. То есть это не только для того, чтобы было там не горько или не сладко, да, а чтобы вы полностью чувствовали вкус того, что пьете. Скажи, пожалуйста, а вот этот профессиональный шоколад в косметических целях никогда не использовала? Лучше какао-масло использовать. Какао-масло. Нет смысла использовать шоколад на самом деле. Потому что самое ценное в нем какао-масло. Какао-масло есть, оно продается отдельно, его можно точно так же использовать. Чистое, натуральное. Ну вот скажи, Мария говорила, что домашние устали от сладости. Не то, чтобы устали, но просят, чтобы она, может быть, пекла что-нибудь не очень сладкое. А минута тем временем прошла. Да, страшно вытаскивать, мало ли. Твои домашние, как бы они, что говорят тебе? Посмотри, пожалуйста, профессиональным глазом. Тут можно не профессиональным глазом посмотреть, тут есть специальный прибор, это бесконтактный просто термометр. А если вы это делаете дома, можно пальцем, языком, чем угодно. Но мы сейчас не будем пальцем. То есть нормально? Да, все отлично, прям у нас отлично получилось. И вот то, чем я мешаю, это взбиватель для молока. Да, опять же, можно использовать не его, а использовать обычную ложку, просто дольше мешать, чтобы как можно равномернее размешать, всего на всю. То есть цель этого просто размешать равномерно. А что можно туда добавить для тех, кто любит, я не знаю, какой-нибудь интересный, неожиданный вкус? Ну вот вы знаете, мы подаем коктейли, например, так как специализируемся на шоколаде, мы подаем коктейли со специями, с перцем, с цедрой апельсиновой, с кардамоном, с имбирем. Для тех, кто любит помягче, можно взбитые сливки. То есть сверху прям украшается взбитыми сливками и корицей. Это такой самый простой вариант. Есть еще вариант, можно использовать маршмеллоу, добавлять вот так сверху. Да, но это для тех, у кого совсем, как говорится, не хватает сладостей в жизни. Да, это сладкое со сладким. Сладкое со сладким. Вот, пожалуйста, то, что у нас получилось. Так, ложечки, к сожалению, у нас никакой нет, чтобы показать тягучесть. Ну вот, друзья мои, если вам сейчас видно, он вот так вот даже немножечко болтыхается. Он достаточно густой, но не слишком. Если сделать больше шоколада, он будет более густой. Если сделать здесь 20% сливки, если сделать больше, там 35%, допустим, будет тоже густо. Но надо понимать, что чем жирнее сливки, тем тяжелее, ну вот, более насыщенный вкус. То есть много не выпьешь. И выпить вот такую чашку горячего шоколада, ну это надо постараться, на самом деле. На самом деле, это прям целый, наверное, полноценный такой прием пищи, что ли, или как-то вот. Ну, для кого-то да. Ну, понятно, что для мужчины, который ест обед из тревога блюда, это не полноценный прием пищи. Это верно. Ну, а вот он, допустим, сейчас постоит у нас и немножечко застынет. Что с ним будет? Он будет густеть. Густеть, да. Дальше он будет просто густеть. Если его оставить в чашке, через какое-то время, он, конечно, в шоколадку не превратится. Здесь много жира, не какао-масла. Но, тем не менее, он будет такой достаточно густой, как крем, что ли, как паста. Что такое нутелла, собственно говоря? Это, в принципе, ну, сейчас это не шоколад, там, в основном какао, а так, в принципе, изначально это была шоколадная паста. Это паста сливки и орехи. Шоколад, вернее, сливки и орехи. Я помню, в маленьких баночках была, в детстве у меня в таких пластмассовых, как сейчас есть, вот иногда сыр плавленный в кругленьких, с крышечкой, вот был шоколад, что-то такое. Там сыр был шоколадный. Ну, или сыр шоколадный. Ну, я не помню, но было так вкусно, невероятно. У нас с детства было примерно в одном, я точно знаю. Это очень вкусно. Друзья, есть у нас еще фото-вопросы, касаемые фильма о шоколаде. И, я думаю, это самый известный фильм о шоколаде. Уж не стали мы сегодня вас мучить и пытать. Если отгадали, позвоните нам, 202-11-22. Ну, и что касается наших конкурсантов, участников розыгрыша билета на Фламенко, 2 апреля, мы посовещаемся. Обязательно с вами каким-нибудь образом свяжемся. Ну, вот пока мой фаворит – это Аленка, моя первая косметика. И про Пикассо нам написали наши зрители. Друзья, продублируйте, пожалуйста, в нашу группу. Исчезли невообразимым образом все комментарии. Если есть возможность, напишите, пожалуйста, туда еще свои стихотворения, ваши комментарии, чтобы нам было удобнее выбрать. Ну, техника иногда подводит, куда деваться. Катерина, ну, ты вот шоколаду собираешься и дальше посвящать всю свою жизнь? Ну, на всю свою жизнь я бы не замахивалась. Я уже сменила достаточно много профессий. Но это надолго, это очень интересно. И, по крайней мере, этим можно заниматься как профессионально, так и для себя, как угодно. Ну, а кто больше все-таки сладкоежки – девочки или мальчики? Ну, скажем так, если брать, какой шоколад предпочитают, то вот по нашему опыту мужчины больше предпочитают молочный шоколад, а женщины – горький. Неожиданно. Да, при том, что, когда так интересно, на 8 марта у нас в основном заказывают все из молочного шоколада. А на 23 февраля все из темного шоколада заказывают. Казалось бы, типа, мужчина такой вот, брутальный человек, ест только горький шоколад, запивает только горьким кофе. А когда мужчина приходит к нам сам, мы у нас в шоколадериях даем возможность продегустировать шоколад, прежде чем вы выберете. Потому что шоколада там более 25 видов, и невозможно прийти и сказать, что какой-то конкретный, если, конечно, человек не постоянно берет какой-то конкретный вид. И мы даем возможность продегустировать и выбрать тот, который больше нравится. И вот люди пробуют, мужчины чаще всего себе берут, не в 100% естественных случаев, вкус у людей разный, но чаще мужчины берут молочные, а женщины берут темные горькие. Вот эта вот так называемая битва полов и в шоколаде тоже проявляется. Сладкой вам жизни, друзья! Крати, большое спасибо, что пришла. Ну а вы, друзья, давайте радуйте друг друга сладостями, шоколадом. Что еще может быть приятнее весной? До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова